Он из актёрской семьи и о другой профессии не помышлял. Старт карьеры получился у него блистательным. Главная роль – 150 съёмочных дней, 9 серий в исторической драме «Россия молодая». Капитан-командор Сильвестр Июлев, стольник Петра Первого. Успех картины был грандиозным, а вся творческая группа удостоилась государственной премии РСФСР. Режиссёрам понравился молодой и статный артист, последовали другие главные роли, пусть и не в столь громких проектах. И потом случились 90-е. Нисчета, крах отечественного кино, отсутствие работы. Из всего этого он смог выбраться, не растеряв себя, и профессию не предал. Сегодня на его счету более 80 фильмов о звучании и записи аудиокниг. Сегодня мой герой – актёр Степан Старчиков. Здравствуйте, Степан Сергеевич, это я бурно вам аплодирую. Наконец-то вы пришли в программу «Мой герой». И вот у меня первый к вам такой вопрос. К артисту Степану Старчикову, которого я люблю всю жизнь. Почему вы интервью не даёте? Я даю. Нет, это сейчас. Если их берут, я даю. Мало, мало. Не любите рассказывать о себе? Или у вас какие-то правила внутренние? Нет, это никак осознанно не создаётся в ситуации. Просто я, по своему ощущению, считаю, что актёр должен быть немножко загадочным. Чтобы он мог быть разным в разных ролях. А когда всё нараспашку, когда все знают, когда в рекламе и везде, то, по-моему, это неправильно. Вы когда росли мальчишкой, вы себя кем воображали из литературных персонажей? Вам тогда хотелось бы быть Саней Григорьевым, барабанщиком из «Судьбы барабанщика», из «Юрия Германа», «Володей Устеменко» врачом? Я вообще в детстве очень много читал. Я ходил в школьную библиотеку, брал книги домой и читал. Я не могу вам сказать, кем бы я хотел быть, но я могу вам сказать, кто мне запомнился очень явно, сильно на всю жизнь из тех персонажей, про которых я читал. Я помню, была такая книга, вы удивитесь, она называлась «Питер Мориц. Юный бур из Трансвааля. Про войну буров на юге Африки». И вот она мне безумно нравилась. И в какой-то степени я с ним себя как бы сопоставлял, да. А эти истории, они были настолько как бы естественные. Это как были как друзья по двору. Да, я понимаю. Все свои, да-да-да. Все свои, да. Ну а что на своих-то быть похожим? Надо быть на кого-то с историей, на особенного кого-то, да. А вы из какой семьи? Кто ваши родители? Мои родители артисты. Папа был драматический актер, мама была оперной певицей. Но было, значит, так. У моего отца в метрике записана свидетельница его рождения, фрейлина двора Ее Величества. А мама была родом из крестьянской семьи, деревни Акулова. Она мне рассказывала, что где-то рядом жил Маяковский, и вот на даче было это. Это про эту деревню, да. Да, это вот, да, где-то вот рядом он жил, и про эту деревню он написал эти стихи. Вот, так что из какой семьи, мне сложно сказать, но они оба, мама была певица. Они в Москве работали? Да, мама ходила к Дунаевскому в хоре, Дунаевского пела. Папа, когда они переехали из Петрограда в Москву, мой отец 1907 года рождения, то его отец, здесь в Москве, да, дедушка, вёл самодеятельный театр, народный театр. И отец там участвовал. И он замещал всех, кто заболел. Играл все роли. Поэтому в 17 лет его без института, без образования приняли в Малый театр. А потом где служил? Везде. Он служил в Театре Сатиры лет 10. Вот они дружили с Реной Зелёной. У нас даже есть фотографии. Да что вы? Да, да. Он работал в Театре Миниатюр. В том? В то время, до войны ещё, да. Потом вот с Театром Сатиры они уехали в Алма-Ату на гастроли. Там его забрали в армию. Война, да? Война, да. И прямо в Сталинград он попал. Он воевал до конца войны, но потом его сделали ответственным за культурно-массовую работу. Он был кавалеристом. Сначала в 7-й, потом в 4-й удаватора дивизии. И он сформировал группу артистов и ездил, значит, по частям. И в Москве он маму увидел и пригласил её. Разница у них была 15 лет. Услышав её, у неё был прекрасный голос, мецисопрано. Они стали вместе ездить, и потом, значит, после войны они поженились. А кто вас растил, если родители артисты и всё время были заняты своей работой? Я очень поздно родился. Мама закончила уже свою карьеру профессиональную. В 35 лет она меня родила. И она была педагогом, преподавала вокал в музыкально-педагогическом училище. А сначала концерты были, бабушка сидела в Москве. А когда они в Пермь уехали, то вот она... Я был на неё в руках. У мамы. Да. Вот, кстати, по поводу 15-летнего капитана. Вы помните, кто играл там? Негорро. Себастьян Негорро. Да, Себастьян Негорро. Кто? Нет, не помню. Остангов. Остангов, да, да, да. Остангов каким-то образом объявил, что ему нужен второй состав на роль Матса Клаузена перед заходом солнца. И отец пришёл и показался. И он стал работать с 1957 года. Несколько лет работал в театре Вахтангова. Вот играл с Останговым в очередь эту роль. А потом товарищ Хрущёв начал сокращение, стали переводить на более низкие ставки, категории более низкие. Отец сказал, нет, я это своей жизнью заработал. Я, да, значит, мама мне рассказывала, что Михаил Ульянов ему уступал очередь в кассу за зарплатой. Потом, когда они ездили в Питер, мама мне очень любила рассказывать, что это уж... Укачал яблоками, говорит, Лиль, вам надо, вы кормите этого ребёнка маленького. Ну, такие вот мамины воспоминания. Вот. А потом, значит, он сказал, нет, я не пойду на низшую ставку. И первый театр, который мне предложит работу, я туда поеду. Пермь предложила ему и его категорию, и квартиру. И он туда уехал. Там в это время работали Петр Сергеевич Велиминов, Георгий Бурков. Вот. Много хороших людей. Тоже неплохая компания. Неплохая компания, да. Да, да, да. И вот так вот мы оказались в Перми. Я закончил школу там и вернулся обратно. А вы вернулись в институт поступать, да? Да, да, да. А родители там остались? Мама. Папа уже умер тогда. А, он так рано умер. Он умер, да, мне было 9 лет, да. А мама не возражала против выбора профессии, против вашей будущей профессии? Вы знаете, вот самое сильное, что стало таким пусковым крючком, что подействовало на меня в выборе профессии. Мамины слова. Она сказала, отец всегда говорил, хочешь ты, Лиля, или не хочешь, твой сын будет артистом. И вот это вот мне настолько запало в голову. Он откуда-то это знал, да. Что он имел в виду, я не знаю. Но вот эти мамины слова, она их мне передала, и всё. Это как бы вот стало решающим. А вы чувствовали в себе какую-то артистичность, Степан? Вы знаете, удивительно, нет. Единственное, что я, какое участие я принимал в постановках в школе, это я держал ширму для кукольного театра. Это важный и почётный руль, да. С чего-то надо было начинать, да. Но больше всего мне нравилось лежать на пути на диване и слушать по радиопостановке. А тогда их было... Здравствуйте. Тогда их было огромное количество. Абсолютно та же песня совершенно. Причём ещё, если вот я не успевала из школы, я помню, был момент, когда они начинались в 14.05. Днём, 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 да, да. И вот у нас урок кончался в шестой, в 14, но мы жили рядом. И нужно было очень быстро бежать, чтобы вот 14.05 добежать. Это были постановки именно. Не спектакли, записанные в театре, да. Да, да, да. А именно созданные... А радио, да. Ой, какой это был восторг. А там Малый театр, Театр Вахтангова. И вот я на всю жизнь запомнил, я слушаю, я чувствую, что вот Бабочкин немножко неправильно играет. Надо немножко по-другому. И вот это желание поправить некоторых артистов. Да, я понимаю. Оно тоже сыграло свою такую энергетическую роль, да, в выборе. Мы с ним встретились только в одной работе, но он играл такого персонажа, Бернарда Шоу, что, как вы сами понимаете, когда человек играет, артист берется, играет такую личность, значит, он сам должен быть незаурядным человеком. А Степан, он человек, проживший достаточно трудные времена, времена взросления, становления, славы, когда он был мегапопулярен. Потом переход в другое качество. То есть человек, принявший на себя честно и открыто груз испытаний, груз лет, груз своего таланта. И Степан, он, во-первых, сам делал этот материал, я имею в виду, как сценарист. Степан, он очень добрый, честный в работе, в этом плане очень строгий. Не непрощающий, а именно строгий и к себе, и к тем, кто с ним работает. Когда Степан взрывается, мало не покажется. Он, как все большие люди, он добродушен. Я видела его, когда он заводился только по работе. Я по сыновьям вижу. Вот его сын женился, и они поехали с женой в Кению. Вот он переслал мне видео коротенькие вот этих всех приключений и написал, что я горжусь своим сыном. Но это вот о многом говорит. Он действительно гордится своими детьми, обожает свою собаку. Степой говорить можно только об искусстве. Желательно об искусстве. Вот это все прочее, вот это, вот это, вот это не надо. А вы поступали, как большинство абитуриентов, во все театральные грузы. И вы вот их все знали, да? Сколько их? Я ничего не знал. Вот такая была какая-то фантастическая самонадеянность. Я даже программу учил в поезде. Просто учил наизусть. То есть я был настолько уверен, что меня примут со спросертыми объятиями, что я в поезде. Я даже сейчас помню это стихотворение. Такой Решетников был поэт в Перми. Сын Зубра не приходит к ясной зорьке. Ни амулет, ни идол не помог. Педагог про каменный век, стихотворение. Вот. И, значит, естественно, я везде с громким треском провалился. И вернулся обратно. И год работал мебельщиком в театре, в драматическом театре, где отца все знали. И вот один из артистов меня отвел таки в театральную студию. И год я, значит, ходил в студию. И параллельно педагог меня готовил к поступлению в институт. Вот эта вот история с провалом вас задела сильно? У меня был еще год в запасе. Поэтому я, конечно, расстроился. Но не сильно. Потому что я вот знал, что ну ничего. Ну на следующий год я подготовлюсь и... Поступлю. И так оно и вышло, да? Вышло совершенно случайно. Уже как бы пролетал не со свистом, а с какими-то словами, с какими-то оценками. Последний был институт, МХАТ. А мы были группой, с группой ребят из Перми. Поступали из этой студии театральной. Я им сказал, ну вот сейчас зайду и поедем домой. А был, по-моему, то ли второй тур, то ли перетур. Там как бы уже все заканчивалось. И были какие-то дополнительные прослушивания. Меня прослушали, сказали, подождите за дверью в группе. Потом вышла девушка и сказала, что спасибо всем большое. Приезжайте на следующий год. Вы молодцы. Но у нас уже все набрано. И я пошел вниз. Такая лестница большая. МХАТ был еще с другой стороны. От театра училища. И когда я уже оказался внизу у выхода практически, вдруг сверху раздался голос, усиленный эхом подъезда. Старчиков, задержитесь. Ну вот, я задержался. И поступили? И поступил, да. К кому? Павл-Владимович Масальскому. Павл-Владимович Масальский, Иван Михайлович Тарханов, Родомысленский. Ой, это все легенды. Словно, Пилявская. Пилявская. Какие они были? И чему они вас учили? В жизненном плане, вы знаете, я как-то вспоминаю эти годы учебные, институтские. Я думаю, что это было просто где-то на другой планете. Да что вы. А потом я прилетел сюда на Землю. Во-первых, вот Ольга Юльна Фрид, педагог по речи, Иван Михайлович Тарханов, Алексеев Николай Павлович, они были из первого выпуска Школы-студии, которая была создана в 43-м году, во время войны. У них было особое отношение к этому учебному заведению. И ректор В.Захарович Родомысленский, его любимое выражение было в моих интимных беседах с Константином Сергеевичем Станиславским. И вот это была любимая тема. Шутка, да-да-да. Я помню, однажды мы отмечали окончание первого семестра в общежитии, в таком полуподвальном помещении с полумраком, естественно, с их вином. Вот мы все там радовались, что закончился первый семестр, что мы все такие вот теперь артисты немножко и так далее. И вдруг в это полуподвальное помещение входят все наши педагоги. И по речи, и по танцу, и по сценодвижению, и Тарханов, кроме Павла Владимировича, он болел. Все-все-все-все-все-все и поздравляют нас, и вместе с нами по бокалу вина. И это на меня вот до сих пор. Я сейчас рассказываю, у меня мурашки бегут по ногам, потому что это было настолько неожиданно и настолько просто немыслимо. Немыслимо, да. А потом они очень часто, очень многие из них любили приглашать нас к себе домой. Дома, за чашкой чая, что-то они рассказывали о том, что у них висит на стенах, и все люди были интеллигентные, с историей. Виталий Акчевеленкин, просто вот мы у него столовались, я помню. Он был секретарем Качалова, потом он был помощником зафлита МХАТа. У него была такая горка с фарфоровой посудой, со старинной. И там лежала фарфоровая рука. Я говорю, смотрите, какая рука красивая. Он говорит, да, это посмертный слепок руки Анны Андреевны Ахматовой. Булгаков у него в компании читал какие-то фрагменты из «Мастера и Маргариты» дома. Какие чудеса прям. Я говорю, из другой планеты. А уж про то, как они нас учили, как они нам все прощали, как мы в своем самомнении доводили их. Ну, это можно рассказывать бесконечно. И вот, значит, Павел Владимирович решил поставить на третьем курсе «Воскресенье» по Толстому. И мне дали роль Нехлюдова. А для него это была какая-то такая очень личная история. Он же в Амхате играл в очередь с Качаловым от автора. Для него это было очень как-то вот важно, значимо. И мы репетировали парные сцены Катюши и Нехлюдова, Катюши Масловой. И он все время пытался мне как-то все передать, что я должен почувствовать, и что он в это время ощутил. А у меня такая особенность. Я не могу с показа. Просто у меня створки захлопываются. Да, я понимаю, понимаю, понимаю. Да, да, да. Потому что непонятно, что делать. Я не могу повторить. Вы должны повторять. Что это обозначает? Для каждого человека это что-то свое личное. И я вот не... Павел Владимирович, как ребенок обижался. Но если вы, Степан, меня не слышите или не хотите слышать, то я не знаю, чем вам помочь. И уходил. И его помощница, Анна Михайловна Камолова, он говорил, Степочка, ну что ж ты? Ну сделай, как он просит. Ну тебе же это нетрудно сделать. Ну пожалуйста. В общем, мучились мы, мучились. Потом Павел Владимирович все-таки сказал, что, собственно, не славно, доделайте все это, займитесь. И однако мы все это сделали. У нас было два вечера по полчаса на третьем курсе воскресенья. И Павел Владимирович на экзамене участвовал, играл роль от автора. От автора, как на сцене МХАТа, да? Как во МХАТе. Он перед кафедрой участвовал в экзамене своих студентов. Удивительно. Поаплодируем мы этим людям. Со Степаном мы уже знакомы 40 лет. Мне было 19 лет. Мы познакомились на «России молодой». Это была его первая роль. «Россия молодая», конечно, это вообще великий фильм, я считаю. Нам, честно говоря, повезло и мне, и ему. Мы не ожидали, что люди будут смотреть его в течение 40 лет. Он же служил в армии, когда снимался фильм. Соответственно, тут он мотался туда-сюда, поэтому здесь тоже какие-то определенные сложности были. Естественно, работали мы очень серьезно и долго, быстро, практически без выходных. Мне кажется, он может играть все, что угодно. Начиная с маленьких ролей и, соответственно, главных ролей. Степан Сергеевич у нас довольно-таки мягкий человек, с одной стороны. Но с другой стороны бывает и крут. Это как бы такой требовательный, тем более таких пацанов вырастил из двоих, красавцев. Это мой любимый, дорогой друг. Я могу на него положиться во всех отношениях, надеюсь, что он во мне тоже может положиться. Ну, так оно и есть по жизни, по большому счету. Вы окончили школу-студию с красным дипломом, правильно я говорю? Да, да, да. И почему-то, несмотря на то, что была прямая дорога вам в Амхат... Меня брали. Да. Вы отправились в Ленинград. Зачем? Да. В Амхате тогда было 160 человек артистов. А в Ленинграде, в театре на Литейном, меня брали сразу на главную роль. А. И с женой вместе в один театр. А, вы уже были женаты, да. Да, я уже, да. И Софи Станиславовна Пилявская, ученица Константин Сергеевича Станиславского, подошла ко мне в коридорах института и сказала, ты не пошел в Амхат, да? Отказался, я знаю. Я говорю, да, Софи Станиславовна отказался. Я думала, сейчас будет... Разнос. Она говорит, молодец. Правильно сделал. Там ты погибнешь. Вот. И поэтому я оказался, но ненадолго в Ленинграде. А сколько вы проработали там, Степан? Я там проработал три месяца. А, совсем ничего. Ну, даже проработал, да, громко сказано. Я пока еще был в Москве, пока там сезон не начался, я поехал на студию Горького, и меня утвердили на роль в восьмисерийном фильме «Россия молодая». Сильвестра Ивлева. Да. Я когда приехал туда, в Питер, в Ленинград, я сказал об этом. Да, режиссер просил два дня в неделю. Законный выходной понедельник, и к нему еще воскресенье. Больше ему не надо было. Но там, я даже не могу понять, на основании чего. Такая буча началась. Как? Молодой артист. В театре? Да, в театре. Вот на Литейном. Меня вызывали на худсовет. Вы еще ничего не сыграли. Так я вот и хотел бы сыграть, да. Погнались за длинным рублем. Они меня довели до истерики. Пришлось взять какую-то справку, что я болен, уехать в Москву на первые съемки. А тут меня забрали в армию, в кавалерийский полк, который при Мосфильме был. А снимались вы в армии, будучи? Да. Коля за делом послал дело и говори. Уж ли сам веришь в то, о чем речь ведешь? Уж ли Збирюга Прозоровский так обдурил тебя? Ты правду ищи. Правду? Какую правду? Поверил бы, да в листах написано не верь, и по-аглицки, и по-немецки. Отпустил бы, да своя голова дорога. Ну, почему себе жалостливые беседы? Чтобы я возрыдал на твои горесть? Не возрыдаю. Я тебя, друг любезный, попереславлю помню, каков ты умник. Правду ему не сыскать. А ты ее ищешь. Да ни к чему тебе она, без нее поспокойней. Молчи! А коли мне молчать, так и ты не жалуйся. Более толковать не об чем. Когда вышел этот фильм, впечатление от него у зрителей, особенно вот у молодых, собственно, которых он и был рассчитан. Мы так бежали к телевизорам его смотреть, и нам, вот нам с сестрой, очень нравилось, что он длинный. Вы когда снимались, вы понимали, что вы снимаетесь в шедевре? Пройдут годы, но они уж прошли. Да, и немало. Да, минуют десятилетия, несколько их уже миновало, да? И этот фильм все будут смотреть, потому что он настолько правильно сделан. Так вот, когда вы снимались, это было понятно, что это вот Герман написал, а вы вот снимаетесь, и что это будет теперь навсегда. Понятно было то, что очень приятно работать со своими партнерами. А старшие партнеры, они просто так нас вдохновляли. Ну, там практически все народные артисты Советского Союза снимались. И стражельщики Лапиков, и Кузнецов. Лапиков какой, да-да. Да, понимаете? И когда у тебя такие партнеры, а они все живые, они же живые. Персонажи живые, да, вот они, вот они, да. Да, да, да. Мы с ними репетировали, они просили репетицию. Мы репетировали, и пока не добивались того, на чем они удовлетворялись, мы не шли в павильон снимать. А я помню, с Иваном Герасимовичем репетировали в гримёрке. Несколько раз мы прошли сцену, прежде чем идти в павильон. Понимаете, все было, как говорят, по-взрослому, на 100% профессионально. Поэтому мы думали о том, как бы получилось то, чего мы хотим сделать. Чего вы хотите, да. А какой-то эффект произведет, но это вообще никто не мог. А вот это все было по правде. Костюмы, декорации. А все шилось, строилось. Правильно я понимаю? Правильно, но с одним «но». Я надеюсь, что режиссер Илья Яковлевич Горин сейчас слышит наш разговор, потому что это все к нему относится. А он хотел 15 лет снять эту картину. Сначала у него был двухсерийный вариант. Причем я знаю, что на роль Клыкова, таможенника, которого сыграл Саша Фатюшин, он хотел Шукшина. Но поскольку это была очень масштабная историческая работа, ему не разрешали. Ну, кто такой Горин? И только после того, как Герасимов снял в начале «Славных дел» юность Петра и создал эту материальную базу, все костюмы, оружие, даже корабль, который утонул потом, правда, так и не снявшись. На основе этого сразу после Герасимова Горин и Илья Яковлевич разрешили снимать. А так было... Нет, что вы. Бюджет был миллион двести тысяч рублей, бюджет фильма. Да, сумасшедший, да. Это с учетом того, что все уже было сделано. А где снимали, Степан Сергеевич? Снимали везде. И в Москве по всем монастырям, в Питере снимали. Очень много в Суздале тоже снимали. А, и в Суздале даже, да? Да, да, да. Ой, потрясающе как, я не знала. Выборги снимали много, очень много. А такой момент был в вашей жизни, что вы проснулись знаменитым? В общем, как бы да. Потому что я не знаю, в чем это должно было выражаться. Но писем было много. В том, чтобы узнавали и говорили, смотри, смотри, Сильвестр пошел, Сильвестр. Не, 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 вот это было замечательно. Там же возрастной диапазон очень большой. Да, да. От 18-ти там... Он мальчиком, да, лет до 35-ти, наверное, да? Да, 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 да. И самые эффектные сцены, они в последних сериях. Тот персонаж запомнили именно таким. Взрослым. Да, там-то мы еще все бегали кудрявые, тонкие, звонкие, все вместе гуртом. А в финале фильма уже все по отдельности, уже каждый что-то там... С собой представляет, да? ...сделал, пережил, да, да. И поэтому меня даже на разные киностудии Советского Союза приглашали, думая, что мне 35 лет. А-а-а... На такого 35-40 летнего. Вам 22, да. А мне 22 было. Понимаете, я приезжал, говорю, боже, это вы? Это вы? Да. Ага. Я говорю, я. Я хочу посмотреть фрагмент из фильма «Алый камень». А-а-а. Постой. Посиди так немного. Я запомню. Вот так. Вот вернусь из экспедиции, и осенью, когда пойдут дожди, я нарисую тебя. Вот так вот. Солнце, ветер и ты. И назову картину «Счастье». Счастье. А девчонки говорили, брось-то он тебя на тах, потому как красивый. А красивый все ветреный. И работы, говорят, у него ветреные. Геолог он и есть геолог. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Я буду любить тебя всю жизнь. А что вам из начала работы вашей, да, кинематографической, больше всего понравилось, ну, после «России молодой», то есть где вам нравилось играть, Стиван Сергеевич? Я очень много в то время работал на студии Довженко. Там вот мой второй был фильм, назывался «Прелюдия судьбы» про Соловьяненко. И это был музыкальный фильм. Юношеская любовь, взаимоотношения с друзьями и параллельно с этим занятие вокалом. Я ее сейчас посмотрел, думаю, фу, молодец. Молодец. Молодец, думаю, да. Вот. Ну, а дальше вот «Алый камень» был и так далее. А потом в 90-е все закончилось, правильно я понимаю? В 90-е, ну, практически, да. А театр в вашей жизни в это время был? Очень же сложное время. Театр был, да, театр был всегда. То есть вы работали, продолжали в театре работать, да? Ну, я поступил в театр в 83-м году, и да, я 30 с лишним лет проработал. Степан Старчиков в театре Моссовета работал много лет. Да. А сейчас? А сейчас я на пенсии. Когда-то он прав, когда-то он не прав. Вот. И, конечно, то есть сначала это он что-то такое вот в себе замкнется, а потом что-то произойдет. Вот мне так кажется. Вот такого, чтобы там был какой-то скандал. Очень тонкая природа. Очень тонкая природа. Он чувствительный такой ко всему. Захотелось свободы, и поэтому ушел из театра. О чем я жалею до сих пор. Очень. Мне кажется, что пришло какое-то его время, других ролей, другого какого-то направления. Ну, ему захотелось свободы. рвануть в пампасы. Вот этот момент, я тоже его помню прекрасно этих 90-х годов, да, когда пустые залы везде, да, потому что всем надо где-то картошки добыть. Большие залы пустые, да. Да просто денег не было. И денег не было никаких, ни на какие билеты. Кино снимается или совсем плохое, или не снимается вовсе. Вот вы чем жили? На что надеялись? Профессия спасала. Между прочим, вот в эти 90-е, начало 90-х годов, в 92-м году мы ездили, мы сделали самостоятельный спектакль, его потом включили в репертуар театра на малой сцене. Анатолий Азаревич сделал эту пьесу. И мы с ним ездили в Испанию, в Каталонию. Оттуда приезжала делегация, у них как раз, они как бы самооформились. И вот они приехали в Россию, в Москву, а поскольку у нас театр назывался именем Моссовета государственный, хотели пригласить какой-то спектакль к себе туда. И вот, а мы сделали «Фреканжули» впервые в России, в Советском Союзе. И они нас пригласили, и мы в 92-м году ездили в Барселону, в Риэл, в ВИК, да, и играли там. В Барселоне мы просто на ура прошли, играли в их театральном институте. Причем там интересно, у них так принято, на какие-нибудь премьеры и вернисажи, женщина приходит с мужем, со своим, обязательно в каком-то легком мехе, таком ванто, я не знаю, как это называется. Ванто, да, да, да. И вот это было очень занятно смотреть, такой зал был амфитеатром. И вот эти вот сидели дамы в этих шубах, не шубах, в манто, в меховых манто. Стоя, они аплодировали, стоя, мы пять раз играли подряд. Мы играли на русском, там шел, правда, текст. Перевод. А потом поехали в их бизнес-столицу, в Реус, там потрясающий театр, такая ласкала. Но мы играли очень интересно, мы играли за пожарным занавесом на сцене. Зритель сидел не в зале, который гигантский зал, а зритель сидел по периметру огромной сцены. И мы выходили как бы за кулисы в зал, через дверь. А, понятно, понятно. Да, да, да. В пожарном занавесе, отражение. Отражение, да, да, да. Знакомство со Старчиковым началось с удивления, так скажем, когда он 30 лет назад отказался сниматься в эпизоде «Моем дебюте». Я тогда его возненавидел и решил, что раз он такой, то я его обязательно буду снимать. Последние лет 15 он у меня из кадра просто не выходил в сериалах. Просто это был определенный талисман у меня, у моей компании. Степа человек очень взрывной, он, как многие актеры, он большой ребенок. Если он чем-то увлечется, его оторвать невозможно. Если он чем-то возмущен, то он обязательно выскажется и скажет это впрямую. У него есть чудесные свойства. Повторюсь, как у ребенка, он на мир смотрит вот с распахнутым взглядом, и он все время удивляется, и постоянно у него все время есть идеи. У него все время есть сюжеты, у него есть все время впечатления. Какие-то наблюдения, которые ему хочется, тут же в книжку, в спектакль, в роль он это запоминает. Вот это, конечно, удивительное качество. У Степы это еще очень хорошо проявляется в его чтецком материале. Он же книги озвучивает. И тот, кто не слушал книжек в его исполнении, Мэри Мэя, ну, в общем, то настоятельно советую послушать. Потому что получите удовольствие как от хорошего фильма или от спектакля. – Хочу спросить вот о чем. Вы не служите в Театре Моссовета и находитесь на пенсии. – Да. – О чем вы сообщаете, весело смеясь? – Да. – А вот почему вы ушли на пенсию? Что такое? – Ну, разошлись наши пути с Театром Моссовета. – Ну, хорошо. Но остались еще другие театры, где может быть… – Вы знаете, они, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, мало чем отличаются от того, что происходит в Театре Моссовета. А это не моя история. Нас учили театру переживания. А то, что сейчас происходит на грани развлечения, какого-то мюзик-холла, театра какого-то абсурда, вот это вот вообще не моя история. И я в нее никак не вписываюсь. – А антреприза? – Участвовал в антрепризах, в очень хороших антрепризах, тоже с замечательными артистами. Но это же дело случая просто, антреприза. Ты же не придешь и скажешь, возьмите меня в антрепризу. Они, кому надо, они берут, кого не надо, не берут. – А не скучно вам без театра, Степан Семенович? – Нет. Я, наконец, занялся задачей. У меня 30 лет был участок, на котором у меня не было ни сил, ни времени. А сейчас у меня есть силы и времени, и это для меня нечто новое, совершенно необычное. У меня отец еще учил там пилить, строгать, сверлить, покупал мне инструмент, верстак. У меня отец, когда мне было 5 лет, заказал в театре верстак настоящий и принес его домой, маленький детский верстак. У меня стоял дома в комнате. Поэтому с детства я к этому отцом был приучен. – А вот вы говорите, я занялся дачей. А что вам там нравится делать? – Пилить, сверлить, колотить, совершенно ни на кого не глядя, не думая, а что скажут соседи. – А жена ваша, близкие, не возражают, что вы на даче время проводите? – Жена только за. – А жене что нравится делать на даче? – Сажают всякие растения. – А они у нее растут? У меня просто категорически ничего не растет. – Ну, я за ними ухаживаю, когда там бываю. – Вот у меня какой вопрос. Скажите, пожалуйста, прямо в двух словах или в трех, что вы любите, Степан, и что не любите? Не в глобальных масштабах мир во всем мире вы любите, а подлости, предательства не любите. А в самых простых, вот что вам доставляет удовольствие, а что доставляет раздражение? – А как же без глобальных масштабов? – Можно глобальных. – Я не люблю, когда врут. Вот это я просто… Мне самому доводилось врать. – Ну, всем нам доводится. – Да. Это были неимоверные мучения для меня. Просто неимоверные. Ведь люди думают, что это не слышно и не видно, что они врут. Вот для меня это самое ужасное. А то, что самое большое удовольствие доставляет, это когда я вдруг понимаю, в фильме или в спектакле, или в жизни тем более, что я с человеком, на которого я смотрю, мы с ним на одной волне существуем. Это такая редкость в наше время, мне кажется. Потому что все как-то, у каждого свое там что-то такое. И когда вдруг ты совмещаешься с героем фильма, или с книгой, или с живым человеком, и вдруг… И у него то же самое. И он так же думает. И это настолько редко, что это доставляет колоссальное удовольствие. – Ой, я согласна. – Спасибо вам большое, Степан Сергеевич. Я желаю вам от всей души, что ваши столярно-плотницкие работы доставляли вам удовольствие. И чтобы вы продолжали ухаживать за цветами своей жены. – А куда идти, Иванович? – И чтобы вам нравилось сниматься. Все-таки. Потому что нам, зрителям, нравится артист Степан Старчиков. Куда нам деваться? – Спасибо. – И мы хотим видеть вас почаще. Поэтому вы не только на даче будьте, но и на съемочной площадке тоже. – Я не возражаю. – Спасибо вам большое. – Спасибо вам. Степан Старчиков – актер еще той старой мхатовской школы. И этим не грех воспользоваться. – Товарищи режиссеры, обращаюсь к вам лично. Этого артиста мы, зрители, хотим видеть и в кино, и на театральной сцене. – Спасибо.